в тишине крашу губки ну как в тишине там за стенкой у меня в моим бегают по кухне что-то замутили а я вот здесь замутила отгадайте что я замутила прежде скажу привет с вами ваша сила ботовая серебряная бабочка вот такой вот тиз забыла ногти накрасить сейчас буду красить быстро не знаю вставлю это видео или нет и мне перед придется все заново переделывать вот представляете вроде бы такое дело приятное до блогерство пока к нему подготовишься уже это самое вот это вот фигня съехала хорошо что я заметила вовремя а то бывает так я снимаю такая ужасная а потом под конец только видео когда все сделала я заметил что у меня непоправленный макияж вообще как попала на бегу на скаку чего-то куда-то бегу хочу быстрее больше я ужас и сняла видео вам когда я остановлю коней там и все никак я их не могу остановить вот так мчусь мчусь на большой скорости это у меня киа ли бриз был вот такой вот лак так сейчас ну вот я готова шефе и шахеризада ивановна или там степанна я готова верхние силу бетафляй с вами я забыла с кем-то поздоровалась кем-то нет это я думала половина сниму для клубовцев скажу там как я готовлюсь как как они готовят такая прекрасная приду в общем не знаю все это сращу и буду продолжать работу привет всем с вами ваша силу бетафлай серебряная бабочка сегодня у меня будет тема для разговора ароматы и алкогольные напитки или вернее как ароматы которые мне напоминают алкогольные напитки и первый такой аромат у меня будет аромат кабаре от грязь еще говорят гре ну ладно это кислое вино кто любит сухое вам сюда она уж настолько сухое аж кислятина ну как но многим нравится многие ненавидят белые вина которые сладкие а я люблю например мускат но это близко не мускат это кислое вино когда-то может быть оно было хорошо но она перестояла в этом кабаре и вот эти вот танцор танцовщицы кабаре пришли допили сказали это не говорит о том что это аромат плохой это просто на любителя кто любит такое кисленькое вино вот именно такое что говорить о том допустим красном вине нет это я оставлю на закуску так сказать вот которое вино вино прям такое виноградное яркое вино это дюси кутюр вот вот его я хочу даже на себя немножко вот так но я буду брызгать на себя много чего да что я чувствую вот как они сделали этот аромат таким сексуальным я не представляю он стоит сейчас копейки но уже исчезает с полок и у кого он городе есть вот купите вот такую малютку тридцатку да допустим вы такие снобы и любите только нишу но потом вот захотите понюхать такой а не будет совет дня пусть еще не ушел но скоро уйдет дюси кутюр кстати дюси кутюр например свои вот эти махровые спортивные костюмчики уже перестали продавать неизвестно что будет с духами но пока еще есть порох парковницах это один из моих самых любимых запахов от дюси кутюр который мне напоминает малиновое вино обожаю у него что то есть общее с живанши который от кутюр чем они похожи они похожи малиной только там малина и малиновое варенье и сигареты и пришли девочки из клуба с ночного закурили положили огурки рядом с малиновым вареньем там в чашечке такой вот креманочки здесь это недопитый кофе небо не допито вино вот это вот не допито вино с яркой малиной кстати насчет значит такое вот вот эту фразу я подцепила кстати о зеленой макаке когда она рассказала про от кутюр когда давно я смотрела ее видео она рассказывала что ей в наследство досталось от тетушки и все вот эти вот восьмидесятые девяностые парфюмы которые самые шикарные и она их зафукала и сказала про от кутюр это вот как раз таки малиновое варенье и огурки ну настолько хорошо она сказала что спасибо тебе я у тебя это заняла так сказать смотрите дашу она классная такая юмористка зеленый макак так а мы отступили это современная от кутюр вот что я скажу это современная которое можно носить и не оглядываясь обратно и говорит что типа вот и уже старуха нет еще молодая такая джи си дюси джюси это такая сочная если по-английски джюси это сок также в сленге парфюмов это тоже джюс а что у нас из шампанского значит есть много версий шампанского например беллини это когда апельсиновый сок мешают шампанским на 50 на 50 это будет беллини ну что я могу посоветовать кстати вот если бы вот это и сюда апельсиновый сок был бы беллини а так нет и что и дальше у нас у нас вот есть просека я как так сказать опростоволосилась потому что я купила крем а там был такой спрей ну как духи то есть только очень разбеленный это у нас спарклинг план просека то есть это такое игристое вино просека которая в принципе есть шампанское но так как шампанское нельзя коми как во франции назвать шампанским у итальянцев она просека такой вот с пузырьками и конечно здесь немножко сливы такой вот сочность сливы это крем но теперь я жалею что я не купила себе вот такой body mist специально чтобы создать видео но вот это вы мне за это простите я думаю а мы идем дальше мы идем к апогею моего личного шампанского это шамп Салезей это такая радость на века вот здесь вот мимоза и шампанское это изабель аджани бегущая по елисейским полям вот так обожаю все эти французские кино все вот такое вот какое-то французистое что аж не верится что бывает же у людей такое такие страсти тоже хочу побрызгаться что делать что делать так лучше бы я не брызгалась потому что я теперь захочу пойти куда-то в такое место а мы кстати идем завтра у меня подружка позвала на день рождения у меня вот русский язык да меня позвала подруга на день рождения и я вот буду думать что мне одеть надеть господи васильев придумал это надеть одеть теперь каждый раз я себя исправляю я лингвист и хотя можно говорить одеть я каждый раз себя же исправляю ладно какая же это прелесть это легкое воздушное платье мимоза девушка ищет счастье ищет мужчину и она его находит вот так обожаю к сожалению так редко ношу вот это вот мне нужно себя как бы не то что составлять нет мне нужно просто меньше снимать и тогда у меня будет доходить время до себя и представлять типа что я такая полипелись полип по елисейским полям бегу но еще не все вот это ж килин у меня тут есть и это ликеры вы знаете что килин это же внучок знаменитого килина который делает коньяки и у него у него здесь ангельская доля это термин специальный среди виноделов среди коньяка делов там или как то что это вот такая доля которая ферментируется первая и она так и называется я ее понюхаю кстати здесь у меня еще есть love don't be shy то есть любовь не скромничай это точно не скромничай любовь но про нее отдельно кстати я делала тоже видео кто смотрит вот смотрите смотрите у меня шутка шутка так значит мы делаем так я помню что здесь был огурец но ой нет это не огурец это в том здесь это такая бочка коньяка ой какой же он дорогой дорогой гость вот это все то что я до этого делала да это как бы нивелируется вот этим маленьким пробничком потому что он стоит немало на то пошло эти пробнички если учитывать эквивалент за грамм наверно будет стоить как хороший выдержанный коньяк такой коллекционный а у меня есть коньяк такой немножко попроще кстати у меня их было три я один подарила уже так надоело все и сейчас я просто вам покажу что мне тут осталось вот вот это все у меня мабусом и именно коньячного вида там еще не давали вот такой вот крем но я уже не знаю я наверное его притащу в ванну и посмотрю хорошо ли он себя чувствует ну вот в принципе почти все что мне сейчас в голове как нет интересно у меня там скорее всего больше всего но это надо будет сидеть около компьютера и искать а вот так на вскидку вот я вам принесла мои винные коньячные шампанские дела кто это дело любит поднимите ручки или поставьте лайк и этим самым вы будете мне говорить что вы мне преданы я вас очень всех люблю желаю хорошего викинда вот у нас он наступает не знаю не знаю когда я поставлю но факт то что у нас сейчас суббота и сейчас у нее идет один звонок но я его пропускаю потому что я хочу вам сказать всем всего самого-самого хорошего с вами была силу батафлай серебряная бабочка пейте алкоголь но очень в меру не передозируйте всего хорошего пока пока